добрый день я заболотная антонина анатольевна учитель биологии и сегодня мы разберемся с механизмами приспособленности живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды приспособленность по-другому называется адаптация адаптация вообще-то это результат эволюции это очень длительный процесс который возник у живых организмов в течение длительного исторического периода а зачем нужна адаптация а для того чтобы организм нашел свою экологическую нишу то есть та часть живой природы где для этого организма наименьшая борьба существования и наиболее оптимальные условия для выживания и развития его потомство а что мы подразумеваем под окружающей средой окружающая среда это совокупность всех живых и неживых объектов которые окружают живой организм и естественно окружающая среда она имеет определенные факторы это могут быть факторы же неживой природы называются биотические факторы и факторы живой природы называются биотические факторы эти факторы 1 организму надо выжить и уменьшить борьбу за существование конечно факторы могут быть позитивными их еще называют оптимальные факторы то есть когда организму удобно комфортно жить в условиях окружающей среды но есть и негативные или неблагоприятные факторы лимитирующие факторы ограничивающие факторы которые ограничивают жизнедеятельность организма если представить понятно что ограничивающие факторы Они имеют нижний предел минимум и верхний предел То есть лимитирующие факторы Лимитирующие факторы Они имеют какой-то минимум И какой-то максимум Ну, например, температурный фактор Фактор температуры для человека Минимум-максимум человек может жить от минус 60 примерно до плюс 50 градусов Это те ограничивающие значения температуры, в которых человек еще может жить Но, понятно, это не оптимальные условия Внутри этого диапазона можно выбрать, вернее, существует еще такая зона, называется предел выживаемости Предел выживаемости То есть это те, например, для человека температурные границы, где он может жить Как сейчас на Земле, то есть примерно от минус 30-35 и плюс 30-35 градусов Но это тоже не оптимальный Внутри этого предела обязательно существует зона Называется зона оптимума Зона оптимума Зона оптимума То есть те температурные, например, температурные границы, в которых наиболее комфортно человеку Это примерно минус 15 до плюс 25 градусов Таким образом, факторы, таким образом организм приспосабливается к различным значениям того или иного фактора Давайте приведем примеры ограничивающих факторов для жизнедеятельности организма Ограничивающими факторами может быть недостаток солнечного света, особенно в океане На глубине примерно 100 метров уже нет зеленых водорослей Почти не живут живые организмы, потому что не доходят лучи солнечного света И получается, недостаток солнечного света является лимитирующим фактором для зеленых водорослей Но зато на этой глубине приспособились жить красные водоросли И для них это не является лимитирующим фактором То есть, из этого мы делаем вывод, что для каждого живого организма существуют свои ограничивающие факторы Кроме недостатка света, может быть ограничивающим фактором недостаток воды На земле очень много засушливых, жарких условий И недостаток воды очень часто сочетается с высокими температурами Но и там живут живые организмы, как растения, так и животные Они приспособились жить каким образом? Например, растения чаще всего видоизменяют листья в колючке или чешуйке Таким образом уменьшая площадь испарения воды Другие растения имеют очень длинные корни Например, верблюжья колючка имеет до 30 метров корень То есть, таким образом, находя такие условия, чтобы можно было добывать воду А еще в жарких условиях есть другие растения Например, кактусы Они приспособились другим способом Они увеличили или видоизменили свой стебель Или листья, сделали их мясистыми Такие растения называются суккуленты И приспособились запасать воду в стебле или в листьях Яркий пример это кактусы, агава, алоэ, растения, суккуленты Итак, что же может быть ограничивающими факторами? Давайте запишем примеры Ограничивающие факторы Ограничивающиеся факторы Ограничивающими факторами могут быть, как мы уже говорили Это недостаток солнечного света Недостаток солнечного света Как, например, в океане на большой глубине Недостатком, ограничивающим фактором, может быть температура Температура играет большое значение в жизнедеятельности растений и многих животных Например, есть хладнокровные животные По-другому они называются пайкилотермные животные Почему? Потому что процессы, протекающие в их организме Зависят от температуры окружающей среды Чем выше температура, тем более активны эти живые организмы Именно поэтому хладнокровные чаще всего живут в теплых краях, в пустынях Это присмыкающиеся ящерицы, змеи, черепахи относятся к хладнокровным Хладнокровными являются рыбы, которые живут в основном в теплых широтах океана или озерах Менее зависимой температуры теплокровные животные Они называются горемотермами К ним относятся птицы и млекопитающие Поэтому в холодных широтах на севере, на юге Приспособились жить именно млекопитающие животные Такие как белый медведь, моржи, тюлени, пингвины Также ограничивающим фактором является влажность Вся жизнь живых организмов зависит от воды, потому что клетка на 70% любые клетки состоят из воды Поэтому наличие воды, количество воды играет большое значение и к этому растения тоже приспосабливаются Есть засухоустойчивые растения, например, те, которые привыкли или приспособились жить в условиях с недостатком воды Кроме того, есть и животные, которые приспособились жить в условиях с недостатком воды Они имеют такие физиологические приспособления, которые помогают им получать воду из пищи Например, верблюды Верблюд может жить без воды в течение двух недель Почему? Потому что в горбах он накапливает жиры А жир – это источник воды То есть, разлагаясь, они выделяют воду И именно ее использует верблюд Кроме того, у него такие железы, которые, во-первых, нет потовых желез То есть, они не выделяют пот У него очень вязкая слюна, то есть, там тоже небольшое количество воды И таким образом он экономит воду для процессов своей жизнедеятельности Но есть, наоборот, растения, да и животные, которые привыкли жить в воде Например, кувшинки, лилии, которые имеют такие особенности строения Которые обеспечивают их жить именно в воде У них, например, нет корней, но они воду всасывают всей поверхностью своего тела И листья расположены таким образом на поверхности воды Чтобы как можно больше получать солнечного света для фотосинтеза Также, кроме абиотических ограничивающих факторов Могут быть биотически ограничивающие факторы Это недостаток пищевых ресурсов Недостаток пищи Например, если по каким-то причинам в лесу не родилось достаточного количества зайцев То и в этой же среде будет меньше волков Потому что у них будет недостаток пищи Они либо мигрируют на другую территорию, чтобы найти эту пищу Либо просто будут умирать от недостатка пищи Таким образом, сегодня мы с вами познакомились с механизмом возникновения адаптации У живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Мы познакомились с большим количеством новых понятий Это суккуленты, это пайкилотермные животные Гомеотермные животные Теплокровные холодолюбивые растения и животные Засухоустойчивые и влаголюбивые живые организмы И мы четко знаем, что факторы окружающей среды могут быть оптимальны А это именно зона оптимума, которые наиболее благоприятны для живых организмов Но также есть лимитирующие факторы, которые имеют предел выживаемости Пределы минимальные и максимальные Условия, в которых организм может жить Ограничивающими факторами могут быть Недостаток солнечного света, температура, влажность, недостаток пищи На этом наш урок заканчивается Если у вас возникли вопросы, пишите нам в комментариях Увидимся на следующих уроках До свидания Субтитры создавал DimaTorzok